Доброе утро, дорогие друзья! Как я вам и обещала, сегодня у нас в гостях замечательный фотограф Леонид Лубиницкий, чья выставка «Люди, пипл» открылась вчера в Центре искусств Михаила Барышникова на 37-й улице. Она будет продолжаться совсем недолго, только до 11 мая, поэтому я вам советую, поспешите. Центр искусств находится на 37-й улице между 9-й и 10-й авеню, это западная часть Манхэттена. Проехать туда можно на любом транспорте, но лучше всего на машине, потому что это далеко на запад, это почти у самой речки Гудзон или Хадсон. На четвертом этаже студии 4B, вот там вы увидите замечательные совершенно фотографии, которые Леонид Лубиницкий сделал в течение 70-х, 80-х годов. Это очень маленькая часть того, что он сделал, но поверьте мне, это очень интересно. И для того, чтобы дать вам сначала такое общее представление о том, какого рода фотографии представлены на этой выставке и что делает Лубиницкий, мы покажем несколько снимков, которые есть у нас, как я говорю, в компьютере. Вот у нас в компьютере есть 4 фотографии, которые есть на стенках. Человек, которого вы видите, это замечательный, выдающийся американский композитор Аарон Копланд. И эта фотография, так же, как, например, фотография Артура Миллера и еще некоторых других деятелей американской культуры, она стала в какой-то степени, ну, я бы сказала, иконой. То есть я, например, знала о существовании этой фотографии, я встречала ее много раз, и я не знала, что она принадлежит Леониду Лубиницкому. Пойдем дальше. Вот еще одна интересная очень фотография 70-х годов, где два поэта, представляющие две разные страны, две разные культуры, но встретившиеся в Нью-Йорке в 70-е годы, Аллен Гизберг и Андрей Вознесенский. Этого человека узнает каждый, кто любит американское кино и телевидение. Это Садерленд, Доналд Садерленд, один из выдающихся американских актеров, киноактеров, исключительно выразительная личность. И у Леонида есть очень интересная история о том, как они вместе работали. И, наконец, фотография, которая мне страшно нравится, она вынесена даже в пресс-релиз, приглашение. Не все узнают с первого раза. Это другой американский выдающийся киноактер, покойный уже, к сожалению, Джек Лемон. Ну что ж, ну а теперь самое время показать вам Леонида Лубиницкого. Леня, доброе утро. Спасибо, что нашли в себе силы так рано подняться. Вчера у вас на выставке был весь Нью-Йорк. Наверное, праздничества закончились далеко-далеко за полночь. И все-таки вы к нам приехали. Спасибо большое. И первый вопрос, с которого я хотела бы начать, он не связан ни с вашим прошлым, ни с вашим настоящим, а связан с вашим искусством, с тем, что вы делаете, с искусством фотографии. Оно в последнее время имеет невероятную популярность. Фотографии слетают, можно сказать, со стен, со стендов аукционов. Они очень хорошо продаются, строятся огромные коллекции фотографий. Есть много фотографов, которые имеют крупные, большие имена. Но возникает вопрос, что делает фотографию произведением искусства. Ведь сейчас так много технических ущрений, уловок. Там много зависит от техники. В чем дело, почему, как понять, что это вот гениальная фотография, а это, ну, просто фотография? Понимаете, Майя, к величайшему сожалению, масса людей не понимает, что такое художественная фотография, или что-то такое коммерческая фотография. А в художественной фотографии, вот есть что-то такое чуть-чуть, которое держит внимание человек, который на нее смотрит. Даже если он видит ее периферическим зрением, это заставляет его обернуться и посмотреть более внимательно. Насчет того, что вы сказали, в последнее время фотография стала очень модной. Я вам должен сказать, что мой дедушка в начале прошлого века выставлялся в салонах Парижа. Так что всегда фотография была предметом коллекторов. Это просто не было так популярно. Но дело в том, что фотография существует 180 лет. И за 180 лет она сделала такой прогресс по многим факторам, чего не сделала живопись за более чем 2000 лет. Это связано с технологиями, это связано с прогрессом техники различной, съемочной, осветительной, лабораторной и так далее и тому подобное. Об этом можно говорить днями. Но это так. А из-за того, что фотография заполонила мир, то есть существуют миллионы фотографий на сегодняшний день, может быть, миллиарды. Потому что миллионы журналов. Совершенно верно. Это все нужно. Да, мидия, адвитайзмент, реклама. Абсолютно. Это очень тяжело разобраться. Но существует... Нечто. Нечто. И люди, которые держат глаз довольно-таки долго на фотографии, на художественные, они начинают понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для меня художественная фотография – это уникальность имиджа. Потому что я, будучи профессиональным фотографом, я могу повторить любую фотографию по заказу, сделать абсолютно точно, под любого мастера. Я просто никогда этого не буду делать из чисто этических соображений, потому что у меня достаточно своих работ, которые как бы уникальны сами по себе. И вот это вот чуть-чуть что-то такое. Да. То есть искусство – это уникальность? Естественно, это уникальность. Это связано с видением, с ощущениями. Это связано со знанием профессии. То есть ремесло в хорошем смысле этого слова. И если вот все эти компоненты сходятся, значит, все это работает. Я видел здесь пять тысяч выставок в Нью-Йорке, и часто я встречал замечательные идеи и абсолютно исполнение… Никуда не годно. Или наоборот. И очень редко можно было встретить, когда… Как это? Клач. Да. Соединились, столкнулись. Все компоненты. Фотография – это так же, как музыка. Да. Это более, как говорится, понятный вам язык. И все те же компоненты абсолютно. Там есть и ритм, и тональность. Тональность, абсолютно. Оттенки, динамика. Да, и композиция. Композиция совершенно. И так далее и тому подобное. Поэтому я не вижу разницы никакой. Ну что ж, мы поговорим, кстати, вот об этих деталях на примере некоторых ваших работ. Но сначала вы упомянули вашего дедушку. И я знаю, что вы фотограф уже в третьем поколении. Совершенно верно. Но вы, кажется, не собирались быть фотографом. Нет. Вы не собирались выбрать это в свою профессию? Нет. Я начал снимать в 6 лет. Когда мне было 17, мой папа умер. И на следующий день я пошел работать в коммерческую фотографию. На следующий день после похорон. Потому что надо было есть. Совершенно верно. Это единственное, что я знал в этот момент на профессиональном уровне. Ну да. А потом, значит, так получилось, что я, значит, меня призвали в армию. Там я окончил школу аэрофотографии в Заполярье. И я там стал снимать кино. И я там занимался аэрофотографией. Но это примерно такое же образование, как в Афгике. Только техника. Это за год. То, что в Афгике преподают 4 года кинооператорам. Понятно. Там все без эстетики только. Ну да. Но зато знаешь, как делать. Да я и до этого знал, как делать. Поэтому туда и попал. Понятно. И после этого вы вернулись в родной Ленинград. Совершенно верно. И стал работать автором на Ленинградском телевидении. Что значит автором? Вы делали фильмы, программы, сюжеты? Я делал фильмы, программы и сюжеты. Это было связано с искусством. У меня была такая передача, называлась «Холст». Художественное обозрение Ленинградской студии телевидения. Я сам писал сценарий для этого. Сам снимал, монтировал. И подкладывал дикторский текст и музыку. И все, что с этим связано. И подкладывал дикторский текст и музыку. И все, что с этим связано. И я занимался этим 10 лет. После чего я как-то встретил Сережу Параджанова, покойного, ныне. И мы с ним... Я фотография, кстати, чей портрет замечательный совершенно есть тоже на этой выставке. Которая находится сейчас, работает. У нас была довольно-таки длинная беседа на тему кино. И фотография он мне сказал. Говорит, ты не можешь заниматься кино. Ты индивидуалист. А кино – это коллективное творчество. Совершенно верно. Я говорю, ну вы же занимаетесь кино. Вы же тоже индивидуалист. Он так это закатил глаза к небу. Говорит, ну я так мечтательно сказал. Не важно, это, как говорится. Но, во всяком случае, он посеял эту идею возвратиться в художественную фотографию. И мне потребовалось пару лет, чтобы решиться на это дело. Еще в Петербурге? Еще в Петербурге, да. Потому что очень много было сделано в фотографии до этого. И кино, как бы, меня очень прельщало. И интересно было, конечно. И было очень интересно. Но, как вы сами прекрасно понимаете, работать под цензурой – это было очень-очень тяжело. Тем более, я тогда умудрялся делать свои вещи, которые совершенно не имели отношения к… К правильному кино. Абсолютно. Например, я был авангардист в свое время. Я однажды придумал один сценарий, и я подал заявку в редакцию, чтобы сделать его. Они мне сказали, ну, они не понимали, о чем идет речь, хотя я очень обстоятельно написал заявки. Ну, тема была им абсолютно незнакома. Нет, они говорят, ну, вот ты сделай картины, ну, посмотрим. А у меня не было денег, чтобы купить фильм. А они не давали. Я имею в виду пленку. Пленку. И отец моего друга, Гриша и Эдика Капеляна – это были мои друзья, Исаак Залманович Капелян, который был родным братом старшим Ефима Капеляна, актера. Капелян, актера. Ко мне очень хорошо относился, и его супруга. Мы когда разговаривали на эту тему, он мне очень просто сказал, говорит, дорогой Ленечка, говорит, с деньгами каждый дурак сделает. Ты попробуй сделай без денег. Это тоже мне запало в голову, а мне было тогда 24 года. И я, естественным образом, я сделал этот фильм, построенный на фотографиях. Не на кинопленке. Кинопленке. И потом на мультстанке я сделал весь монтаж и прочие наезды-отъезды, фейд-ин, фейд-аут и так далее и тому подобное. Получилось очень здорово. Все были очень рады, включая меня. И мое удивление было, когда я позже посмотрел картину «Монг». Был такой режиссер польский, который сделал картину «Пассажирка». Который тоже был построен на фотографиях. И меня это очень-очень удивило. Порадовало. 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 Совершенно верно. Вы попали в Америку одним из первых в 1973 году. Я имею в виду первым из последней волны, скажем так. На Valentine's Day. Да. Ах, даже так. Да. Как-то вас это вдохновило? Хотя вы, наверное, и не знали, что это такое в России. О факте существования, о Valentine's Day. Да. Тем не менее, вот этот день стал во большой степени переломным в вашей жизни. Когда вы приехали? Вы приехали сразу в Нью-Йорк? Я приехал сразу. Нет, я жил год в Европе до этого. Ну, как все? Не совсем. Как это? Ну, я жил в Копенгайдене какое-то время. Ну, not so bad. Not so bad at all. И потом в Риме. Угу. И потом я приехал сюда. И сразу начал работать. Где вы начали работать? Почему? Как это получилось? Это всегда трудно, ведь не первые годы. Очень трудно, тем более, что я не говорил по-английски. А тут никого вообще не было. Да, 70-е годы это еще была такая пустыня. Я первые пару лет почти не разговаривал по-русски. А язык глухонемых был для меня почти что родным. А я, как говорится, в 60-е годы я увидел книгу известного американского фотографа Ричарда Аведона, которая называлась Nothing Personal. Ничего личного. Да. И я совершенно обалдел, я бы сказал, от того, что есть какой-то человек где-то за океаном, который позволяет себе делать нетрадиционные портреты. И я делал то же самое в Ленинграде. И меня все называли формалистом, еще какими-то именами, которые мне до сих пор непонятны совершенно. И у меня возникла такая идея фикс, устроиться к нему на работу. Так. Что я и сделал. Да. Друзья, я только на секунду перебью. Я просто хочу напомнить, что у нас в гостях Леонид Лубиницкий, замечательный фотограф. И мы говорим с ним об искусстве фотографии, об его очень интересной жизни. И вот теперь мы подошли к встрече с легендарным американским фотографом Ричардом Аведоном. Итак, вы к нему... Как же вы к нему попали? С улицы. Вот так пришел. Я пришел, я целую ночь разучил одну фразу. На английском языке, что сказать, да? На английском языке, да. И пришел к нему и сказал, что я фотограф из России, хотел бы с ним встретиться с переводчиком. Я нашел переводчицу в одном из русских издательств. Здесь некто такая Тася Суди. И попросил, чтобы она мне помогла. Она пришла, и у нас состояла встреча. Я взял полтора десятка своих работ. И мы пришли к нему навстречу. Он посмотрел работы. И ему очень понравилось. Он говорит, мне очень нравится ваша точка зрения в фотографии. Но я ничего не могу для вас сделать. Потому что кончалась война во Вьетнаме. И один из его друзей, который 8 лет сидел во Вьетнаме, он взял его к себе на работу. Но он говорит, оставьте ваши координаты. Если место освободится, вы первый человек в моем студии. И через месяц этот парень не выдержал. Ушел, потому что он репортер по НУТРУ. А студийная работа требует ориентального терпения. Но у меня этот опыт был. Из фотографии, из студии. И он через месяц мне позвонил. Он говорит, приходи завтра с переводчицей. И начинай для меня работу. Я расскажу, что ты будешь делать. Вот так началась, как говорится, моя жизнь в Нью-Йорке. И я работал очень тяжело. 10, 12, 14, 16 часов в сутки. Все субботы и воскресенья. А через год я открыл свою студию. Потрясающе. А что дала вам эта работа у Авидона? Насколько легко вам было это делать с ним? Все-таки у него какое-то, хотя близкое вам видение, но все-таки свое. Он все-таки начальник. Вы к тому времени были уже взрослый, самостоятельный человек со своими идеями. Как это происходило? И вообще язык английский. Профессионалам язык не нужен. Я абсолютно угадывал. На каком-то, я бы сказал, метафизическом уровне, что надо делать. Они были удивлены, что я все делаю. Без слов. Обезьяна. А делать все правильно. Вот. И, как говорится, вот это... Вы остались друзьями с Авидоном? У него друзей было очень мало, но я думаю, что... Ну, потому что он был очень занятой человек. Он был воркахолог. Работал по 25 часов в сутки. А на друзей всегда нужно время. Да, правда. Но у нас как бы были очень теплые отношения. Я, когда заблеял по-английски, это было месяца, через три, я единственный человек в студии, с которым он разговаривал про искусство. Да, это замечательно. Говорит о том, что было о чем поговорить. Ну да. Вам. Вы говорили о том, что студийная работа требует терпения. Вы открыли собственную студию. Вы начали снимать портреты. Нет, это не портреты. Я стал работать для разных журналов. Я снимал и репортаж. Что хотели... А, вот. Репортажи. И людей. И иногда Still Life. Матюрмоты. Я делал работу для различных advertising agencies. У вас были заказы, все? Да, и я работал здесь для 22 журналов editorial. Это New York Times Magazine, Horizon, Science Digest, Vogue, Bansy Fair и так далее. Как говорится, you name it. Да, это действительно очень впечатляющий список журналов, с которыми вы были связаны и работали, и поставляли, и печатались на их страницах. Кто владеет сейчас этими фотографиями? Они собственно журналов, и они не ваши? Нет, они мои. Ах, они ваши? Замечательно. Как же, так сказать, их увидеть? Ну, на выставке... Не пора ли книгу? Нет, ну на выставке только часть. Я так понимаю, что на выставке портреты. Как с книгой? Ведь фотограф, одна из возможностей ему представить свое творчество, кроме выставки. Это книга, альбом. Ну, а вы знаете, я работаю над этой идеей. Дело в том, что в 93-м году у меня в студии произошел пожар. Да, я помню. И более 250 тысяч негативов сгорело. А также моя ретроспектива в 500 работ, которые я печатал только 3 года. Поэтому сейчас надо, там кое-что осталось, и я над этим работаю. Я не знаю, когда и чего это будет готово, но это вопрос времени только лишь. Да, и это совершенно необходимо, потому что фотографии уникальны. И я думаю, что нам пора переходить к этим фотографиям. И я хотела бы, чтобы вы просто по порядку вот так вот там показывали и рассказывали о том, как возникла эта фотография, когда, кто, почему. И еще один очень важный момент, который мы хотели бы, я бы хотела, чтобы вы затронули. Это как достигается именно тот образ, который вы создаете. Вот эта уникальность, эта необычность, это то, что делает вот художественной эту фотографию. Как вы добиваетесь этого? А дело в том, что это все происходит на спиритуальном уровне. И объяснить это, то есть технология как таковой не существует. Ну да. Хотя от света, наверное, тоже что-то зависит. О как свет поставишь. Но эта техника, это не так важно. Нет, это очень важно. Светом можно нарисовать, как говорится, все, что угодно. Так. Вся зависит от идей и насколько этот характер света вписывается в эту данную работу. Ага, и в характер данного человека. Совершенно верно. Вы хотите, чтобы ваша, как бы, техника соответствовала характеру человека или противоречила? Нет, все должно быть, как говорится, в гармонии. Ага. И технику может отработать любой человек. Да. Если, это называется уже шаблон. Угу. И если делать это все по шаблону, это становится смешно. Неинтересно. Как вы находите вот этот характер человека? Я. Его вот крючок, за который вы хотите зацепиться. Образ. Почему одного вы снимаете в профиль, другого вы снимаете в анфас? Почему с Махтуновского гениальная фотография? А в профиль, допустим, а Садерленд вот так. Как вы это решаете? Путем пробовая ошибок? Или вы знаете заранее? Я ничего не знаю, это происходит во время съемки, и это происходит на подсознательном уровне. Сколько времени вам надо, чтобы, как бы, понять, что вы хотите, вот, найти нужный кадр? Вам нужно разговаривать с человеком? Я все время разговариваю с людьми. Вот, это очень важный момент. На разные всякие темы, и мы, как бы, находим то, что называется common ground. Общий язык, общую базу. Да. И тогда человек как-то больше доверяет мне, потому что масса людей не привыкли к студийной съемке. Конечно. И они начинают выстраивать такую психологическую стенку, через которую не пробиться практически. Некоторые зажимаются. Абсолютно. И вот, если все это происходит, то очень тяжело пробиться через эту стенку. А когда человек вам доверяет, и он... Я вообще считаю, что в постановочной съемке, портретной, это... Вот фотография, это результат работы двух людей. Это не... Фотограф говорит, я это сделал, это мы сделали. Это человек, который... Совершенно верно. И если вот, опять же, происходит это сцепление ощущений, то все происходит, все идет как по маслу. Давайте посмотрим. Кто у нас первый? Эту фотографию не могут не узнать люди из Советского Союза. Многие знают эту фотографию, очень многие, далеко не все знают, что эту фотографию сделал Леонид Лубеницкий. Это было еще в ваши советские времена? Нет, это в Нью-Йорке, это было сделано в 76-м году, и она была опубликована в журнале Америка Иллюстрейтед. А вы знали Высоцкого до этого? Я его знал в 61-м году. Ага. То есть вам не надо было долго устанавливать мостик доверия? Нет. Атмосферу? Вы знали, что вы хотите? Вы знали, как он... Я знал его очень. И вы совершенно верно, вы поймали его, вот этот взгляд, который пробивал тебя сразу. Я помню это очень хорошо. Один раз в жизни я его видела, я с ним встретила. Мы не были знакомы, человек прошел мимо меня, он меня пробил насквозь. Вот этим своим взглядом. Пошли дальше? Окей. А это его супруга, Марина Владя, небезызвестная актриса. Это я снимал в Париже в 75-м году, когда я впервые поехал за границу, из Америки. Это моя была... Я тогда работал для журнала «Тайм», и это была моя первая поездка в Европу. По заданию? Да. А Марину вы просто сняли? Марину я снял. По дружбе? Да, конечно. Эта фотография была опубликована в журнале «Аполлон» когда-то. Это еще одна классическая фотография. Иосиф Бродский, ваш земляк. И мой друг детства. Поразительно. Вы действительно, вы дружили с детства? Да, наши отеццы были очень дружны еще до войны. Его отец был фотограф, тоже, как и мой. И Оси я знал с детства. А эта фотография я сделал для «Тайма». Она была опубликована в «Тайме». У нас есть еще одна совершенно замечательная фотография Бродского. Но вы фотографировали его, наверное, очень много. Я достаточно много его снимал. И по-разному? И по-разному. Каким вы его видели? Что вы... Опять же, я понимаю, что это, может быть, вербально очень трудно передать. Вербально это что? Слабо, слабо. Слабо. А, да, окей. Сори. А, понимаете, Майя, я никогда не думаю, это случается. Ага. Потому что планирование, и это имеет отношение к коммерческой фотографии. Вот я снимал «Мода» одно время. Так. Там было совершенно такое скорпулезное планирование всего. Начиная от бюджета, кончая всем остальным. Как это должно быть. Понятно. Это было согласовано с арт-директором и так далее и тому подобное. В творческой фотографии этого нет, слава богу. Ну, да. И надо сказать, что когда я приехал в Америку и услышал такую терминологию, как коммерческая фотография, commercial art, я не мог понять, о чем идет речь. Или коммерческое, или искусство. Для меня, как бы, всегда искусство было искусством. Да. И я был, как бы, воспитан в этих традициях, потому что мой папа, он занимался фотографией, искусством. Также он был дизайнером по декорациями костюмов для театра. Он преподавал до войны в Институте повышения квалификации работников искусств. Кстати, его друг и его ученик фотография был Николай Павлович Акимов. Вот это интересно. Пойдем дальше, посмотрим, что у нас есть еще. Вот это красавица, которую, может быть, многие из вас, те, кто интересуется американской модой, узнают. Это Даяна Фон Ферстенберг. Очень трудная фамилия. Она известный модельер, которая изобрела такой запахивающийся платьице, которое, так сказать, родилось из халата, грубо говоря. И вот она его изобрела и таким образом выстроила целую империю моды. Очень такой процветающий, теперь уже совсем не молодой дизайнер. Как вы с ней встретились? И пришла ли она сама? Или вы выбрали, вы захотели просто ее фотографировать? Вы же, если это художественная фотография, вы должны, наверное, сами выбирать свои модели? Да, это понятно. Я, когда я снимал людей даже для коммерческих целей, я никогда ни на какие компромиссы не шел. То есть, получалось равно художественно. Я несколько лет подряд делал адвертайзинг-кампейн для US News and World Report. И она была одна из адвертайзинг-кампейн. Понятно. Надо, наверное, объяснить, что адвертайзинг-кампейн – это серия рекламных фотографий, которая регулярно печатается в определенном издании. Да, совершенно. Но арт-директор выбрал другую фотографию. Для своего. Да, да. А это я сделал для себя. И она совершенно замечательная. Интересно, Даяна ее имеет? Да. И обожает, наверное. Да. И время от времени смотрит на нее и думает, какая же я была красавица. Ну что ж, пошли дальше. Кстати, вы получили премию за один из таких адвертайзинг-кампейн. Три года подряд. Получали премию? Да, в Нью-Йорк Адвертайзинг Клаб за очень успешную кампейн, потому что мы достали при помощи этой кампейн журнал из могилы. Он умирал. И раскрутили до 5 миллионов экземпляров. Да, замечательно. Друзья, мы должны, к сожалению, прерваться на короткую рекламную паузу. Короткую. Не уходите. Мы вернемся. Мы продолжим нашу беседу с Леонидом Лубинецким. У нас есть еще много, что вам показать, и мы примем ваши звонки. Хотели навсегда позабыть, что такое боль? Вести активный образ жизни и получать от нее удовольствие на все 100%. Приходите в офис доктора Якова Рауфова, врача высшей американской категории, с многолетним опытом работы реабилитологом в Нью-Йорке и хирургом-травматологом в Московском институте Скифосовского. Здесь проводится диагностика источника боли, лечения позвоночника, суставов, травм и последствия инсультов, в том числе с помощью холодного лазера. Хотите вернуть себе здоровье? Доктор Яков Рауфов вам поможет. Вас приглашает ресторан «Националь». Уютная атмосфера, изысканная кухня, новый интерьер, новое шоу, старая добрая репутация. Доктор Якова Рауфов Ресторан «Националь» – это старая добрая репутация. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Тем, кто к нам только что подключился, я сообщаю, что у нас в гостях замечательный, выдающийся фотограф Леонид Лубиницкий, жизнь которого – это, в общем, история уже. Очень много интересных событий прошло в его жизни, и с очень многими чрезвычайно интересными людьми он был связан. И лично, и по работе, как мы говорим. А самое главное, что сейчас в Нью-Йорке проходит первая, как это ни странно, первая выставка его работ, которая показывает только очень малую часть того, что он сделал. Это фотографии 40 портретов, объединенных названием «People». Выставка эта проходит в центре Михаила Барышникова, на 37-й улице, между 9-й и 10-й авеню, западная часть Манхэттена, «West». Приезжайте, посмотрите, она будет идти только до 11 мая. Причем галерея, это на четвертом этаже находится, и работает она с часу до 6 каждый день, кроме воскресенья. Поехали дальше. Мы показываем фотографии из этой выставки, это маленькая часть, Андрей Синявский. Да. Когда вы с ним познакомились, как он позировал, легко ли это было? Это было в 75-м году в Париже, тоже для журнала «Тайм». Вы знали его до этого? Я вообще знал всех. Как раз, это удобно очень. Или как не надо. И я не знаю, для меня, понимаете, для меня не существует людей фотогеничных или не фотогеничных. Я считаю, что каждый человек на планете Земля очень фотогеничен. Нужно найти только способ это показать. Выявить. Совершенно верно. Но есть люди, которых вы бы не хотели фотографировать? Нет. Это меня научил мой папа, который объяснил мне в популярной доходчивой форме, что не должно быть никаких obstacles, иначе фотография будет тенденциозная. Ага. То есть, как можно нейтральнее. Абсолютно. Это невозможно? Нет. Особенно, если вы хорошо знаете человека. Ну, в основном случае, это вот так вот. Окей. Потом, понимаете, Майя, я много лет проработал для журнала «Вог» с Александром Либерманом, и он очень повлиял на меня. Мы, в общем, были друзья. Я был единственный человек, которому он разрешал выбирать фотографии. То есть, вы выбирали. Совершенно верно. Не он, не редакторы, а именно вы говорили, вот этот кадр мы поставим. Я хотела бы, чтобы мы поставили. И в 99 случаях он соглашался на это дело. Хотя был он человек очень строгий, он разделял дружбу и профессиональные взаимоотношения. И он гений был. Да, гений в своем деле, абсолютно проницательный и носитель вот той старой русской культуры, французской культуры, впитывал все это и передавал. Он больше, как говорится, человек западной культуры, потому что его бэкграунд – это Сорбонна и Оксфорд. Да, и лондонская даже в интернате он учился еще в школе. Я знаю, потому что у нас в гостях была Франсин Дуплиси Грей, в связи с книгой, которая называлась, недавно она вышла, «Them», и очень хорошо разошлась, быстро, на английском языке, поэтому мы много говорили об Алексею Либермане. Очень интересно то, что вы с ним тоже были связаны. Друзья, у нас осталось 20 с небольшим минут до окончания программы, поэтому мы открываем линию. Если вы хотите задать Леониду Лубиницкому свои вопросы, вот номер 201-461-1384, а вот фотография человека, которого вы, конечно, узнали. Как получилось, что вы снимали Ричарда Никсона? И когда это было? Это было в 92-м году. Я делал работу для Никсон-центра в Вашингтоне, и я был с ним знаком, с Никсоном. Это Никсон человек, из-за которого, как говорится, меня отпустили из Советского Союза. Он как раз приехал в Советский Союз и договорился с властями, чтобы людей, которых не выпускали, выпустили. Понятно. Поэтому у вас к нему особенно теплые отношения. Абсолютно. Абсолютно. И вы знали его давно? Вы имели возможность с ним общаться? Или просто были таких разнотров? Да, я имел возможность с ним общаться, потому что я делал много работы для Никсоновского центра, и он как бы имел к этому, как вы сами прекрасно понимаете, прямое отношение. В это время это было незадолго до смерти. Да. Каким он был? Вы с ним наверняка разговаривали, как со всеми своими объектами. Совершенно верно. И вот здесь он очень симпатичный. Так, а он был очень интересный человек. И в отличие от многих людей, которые считают его бандитом и вообще монстром, достаточно почитать его посмертный некролог. После его смерти осталось его состояние 890 тысяч долларов. Он никогда не запускал в казну руку. Да, миллионов не было. Нет. И это мне говорит больше о человеке, чем все газетные статьи вместе взятые. Понятно. Этого человека вы тоже, друзья, узнали. Дюк Эллингтон. Он тоже был ваш друг? Я бы так далеко бы не пошел, но я его снимал первый раз в Ленинграде в 71-м году. И эти фотографии были во всех журналах, включая «Музыкальная жизнь», «Смена» и так далее. А это последний его день рождения. Он меня пригласил в Роусленд в 74-м году, в апреле. И это я сделал в его грим-уборной. К тому времени ваш английский язык был уже настолько хорош, что проблемы общаться ни с кем у вас не было. Вы могли разговаривать обо всем. Проблемы общаться ни с кем у вас не было. Вы могли разговаривать обо всем. Майя, вы знаете, я бы так далеко не пошел. Это было бы, как говорится, большим преувеличением. Но, как говорится, я умел объясниться при помощи небольшого словарного запаса. Но вы же все-таки работали в таких журналах, в таких издательствах. Это все вокруг вас не было, кроме Алиса Либермана, может быть, профессионалов, говоривших по-русски? Да. А как вы с ним общались? По-русски. Все-таки по-русски? Ну да, потому что я бывал часто у него дома, и его жена Татьяна Яковлева, она не говорила по-английски, она говорила по-французски очень хорошо и по-русски. Так что да, вы могли им помочь. Вот человек, который здесь... Это совершенно удивительная фотография. Очень ранняя, я так понимаю. Тридцать лет назад. Тридцать лет назад. Еще в Петербурге... Нет, уже здесь. Уже здесь. Семь-шестой год. Семь-шестой год, первые годы жизни и ваши, и его здесь. Да. Михаил Барышников. Для тех, кто не узнал, сообщаю, что это Михаил Барышников. Но вы были знакомы еще в Петербурге. Да, я снял первый киноочерк про него, когда ему было 15 лет. Он впервые приехал в город Ленинград. Это было весной, ему было 15 лет тогда. Приехал из Риги. Из Риги детская школа балета под управлением Тангиевой «Берзник». Она, значит, привезла детей в город Ленинград. И я сделал киноочерк. И мой редактор, некто Борис Александрович Толчинский, кстати, бывший адъютант Василия Сталина, за что я отсидел 10 лет, он меня попросил это сделать по телефону. Говорит, потом я тебе расскажу, в чем дело. Там есть такой маленький белобрысый мальчик, его зовут Миша Барышников. Облати на него внимание. Держи на нем больше каверу. Ну, всем было сразу ясно, да? Совершенно верно. И ассистентка Тангиевой «Берзник», некто, Даяна Йофе, она взяла маленького Мишу и отвела к Пушкину. Александру Пушкину. Да. Выдающемуся педагогу. Да, и пыталась, значит, его устроить к нему. А Пушкин сначала не хотел его брать. Он сказал, говорит, он чересчур старый и чересчур маленький. Ага, то есть из него первое, ничего уже не вылепишь, свое. Да. А во-вторых, он не сможет таскать... Ну, Даяна умолила его, и он взял к себе в школу под свое крыло Мишу. И через три года Миша стал интернациональной знаменитостью, звездой. В Варнии он на... На конкурсе, международный балетный конкурс Варнии тогда был чуть ли не единственный в мире. Совершенно верно. И он стал большой знаменитостью. Да. И я знаю, что Миша помог вам устроить эту выставку. Понимаете, если бы не он, я бы еще сто лет бы не устроил. Не забрался? Нет, и он... Этот разговор шел в течение двух лет последних, пока центр строился. Это была его идея, я его не просил об этом. Это его он сам очень любезно сделал. Ну, он потому что знал, что за богатства здесь хранятся, и понимал, что их надо показать. Наверное, по всей вероятности. У нас есть два звонка, давайте мы их примем, а потом покажем. Дмитрий из Бостона. Пожалуйста, Дмитрий, говорите. Доброе утро. Доброе. Еще раз спасибо за интереснейшую передачу. Вопрос к Леониду. Скажите, пожалуйста, ваше мнение о театральных фотохудожниках России, в том числе о таком художнике, как Михаил Гутерман. Поехали. К сожалению, я там не был ровно 34 года. Я не знаю этих имен. Я уверен, что там есть большое количество очень талантливых людей. Но я ничего не могу сказать. Потом, понимаете, я не фотографический критик. Да, это правильный, хороший ответ. Следующий звонок у нас был из, забыла откуда, но был. Рита из Лос-Анджелеса. Рита, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, я восхищаюсь вашими именами. Спасибо за эту программу. У меня сейчас или давление поднялось, или опустилось. Я даже не знаю, сердце разрывается. Настолько все прекрасно. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не хотите издать учебник, учебник, вот как издают, по вязанию? Точно так же, чтобы для начинающих, которые желают делать фотографии, снимки, хоть чуть-чуть правильно могли бы заглянуть. Вот мне 58 лет, я сейчас очень хочу фотографировать, но не знаю как. Только чувствую, вот у вас такие оттенки, свет падает от щеки, идет на шею этот фон, оттенок, тон идет. Понимаете, вот как у хорошего мастера-художника, я не знаю, как даже назвать, слов нет. У меня фотоаппарат Олимпик. Какой вы посоветуете? И прошу, издайте учебник. Окей, спасибо. Я могу ответить следующую вещь, что учить – это определенный талант, который не имеет отношения никакого к фотографии. Это имеет отношение к таланту учить. Педагогики, да. Совершенно верно. Я не знаю ни методологии, я верю только лишь в аппрентошип. А, ну то есть ученичество, ученичество вот непосредственное… С мастером. С мастером, да. А, кстати, есть ли у вас ученики? Да, есть, конечно. Ну вот, это замечательно. Это мои ассистенты, которые работали. Люди, которые вам помогают, помогают в работе. Помогали. Помогали. И они таким образом учились. То есть учиться на практике, грубо говоря. Совершенно верно, да. А что касается, да, какой фотоаппарат ей посоветовать, Ритя? Дело не в фотоаппарате, дело в глазе. Можно спичечным коробком, то есть камерой обскура сделать гениальные вещи. И можно совершенно новейшей техникой ничего не получить, если говорить о художественной фотографии. Да, увы и ах. Друзья, у нас еще несколько есть минут, поэтому мы продолжаем показывать наши фотографии и продолжаем брать ваши звонки. Вы звоните, пока не поздно, чтобы не было в последнюю минуту ничего, чтобы не осталось вопросов без ответа. Это фотография в роли. Да. И вы редко это делаете, когда вы снимаете актера в роли? Почему? Я снимал театр очень много. Это Сережа Юрский, который в роли короля Генриха IV. И это я снимал для выставки в Expo 70 в Осаке, в России еще. Я снял там актеров из 40 театров в Северо-Западе и Прибалтике. И я даже получил какую-то грамоту за это. И это фотография 68-го года. Одна из самых ранних, наверное, которые у вас здесь есть. Или вы сумели собрать еще более ранее? Я сумел собрать, но у меня большинство сгорело в пожаре. Да, вот это, конечно, трагедия. Ну что ж, пойдем дальше. Да, у нас пока звонок от Зои. Давайте мы еще ответим на вопрос Зои, а потом посмотрим. Из Коннектику-то. Зоя, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я просто счастлива встретиться сегодня на экране с таким замечательным художником-фотографом. И хочу задать вопрос. Снимаете ли вы жанровые сцены на улицах или в других местах, пожалуйста? Спасибо. Я снимаю все, что привлекает мое внимание. Я снимаю все, если это вписывается в рамки моего представления о прекрасном. Я снимал очень много репортаж и так называемые стрит-фотографии, но это, опять же, не имеет отношения к хроникальной публикации, а это имеет отношение к ощущениям. И у меня есть целая серия работ по Нью-Йорку и другим странам. Я был в более чем 50 странах мира, работая на саймингах для разных журналов. Давайте продолжим наши, поскольку времени осталось совсем немного. Это легендарные люди, фотография многолетней давности, потому что теперь они уже очень старенькие. Один из них уже умер. Hit Brothers. Это Hit Brothers. Это трио удивительных совершенно джазовых музыкантов. Джаз – это удивительных совершенно джазовых музыкантов. Джаз – это, ну, мы видели Лингтона, вот это фотографии, и, наверное, еще немало у вас джазовых музыкантов. И что-то особенное у вас связывает, особенно как ленинградского человека, наверное, с джазом? Я люблю джаз очень. И я снимал очень много джаза и там, и здесь. А это я делал пластинку для них, кавер для пластинки. И самое сложное… Обложку. Я думала, как перевести обложку. Самое… Это очень… Вообще у меня с каждой фотографией почти связана разная… Интересная история. История. Они до этого не разговаривали пять лет между собой. Это было как бы «Reunion of the Family». И молодая девушка арт-директорши, она, значит, тоже с ними пришла в мою студию. И я там придумал целый ряд идей, которые отображали бы вот этот «Reunion of the Family». Но они очень неудобно себя чувствовали, почти не смотрели друг на друга. Я эти идеи… И не хотелось ни обниматься, ни целоваться, ничего. Они, короче говоря, они были абсолютно не расположены и вообще сказали, давай быстрее, у нас нет времени и прочее, прочее. А как же интересно, они же играли вместе. Они играли, но не разговаривали. А нет, они пять лет не разговаривали друг с другом. Им было неудобно перед другими людьми что-то делать. Я не знаю, в чем дело. Во всем случае, эта бедная девушка, она растерялась, а я не получил ничего абсолютно. Я начал снимать. Ты чувствуешь, что не работает? Абсолютно не работает ничего. И я говорю, давайте перерыв сделаем. Я им, значит, там, у меня всегда выпивка была там. И мы стали разговаривать о джазе. И я стал говорить о Дюке Эллингтоне. И они говорят, ты что, снимал Дюку Эллингтона? Я говорю, да, два раза. Они говорят, ты врешь. Я говорю, ну зачем же? Зачем же? Я сейчас вам покажу. И когда я показал им фотографию Эллингтона, они стали меня обнимать и говорят, о, мэн, мы будем делать ничего для тебя. И за 10 минут я сделал эту картинку. Да, вот что значит правильно говорить. А вот эту красавицу, эту прекрасную женщину узнают, наверное, многие, кто любит и помнит о замечательном ансамбле грузинского народного танца под управлением Сухишвили и Рамишвили. Вот это Нино Рамишвили. Да, ей 90 лет здесь. Самая гениальная женщина, которую я когда-либо встретил за всю свою жизнь. Такая грандама. Вы встретили ее, когда ей было уже 90 лет? Совершенно верно. Как вы поняли, что она гениальная? Я знал сына тангиза, и они меня пригласили на их выступление. Это было «Магнифисен». И после этого я решил сделать его портрет. Мы договорились, я приехал к ней в отель, в «Мэйфлауэр». Мы до этого узнали вместе, и я с ней общался. Милейшая женщина, умна была, очень интеллигентная дама была, и совершенно потрясающий артист. Да, замечательная фотография. Но у нас еще один есть звонок из Сан-Франциско от Марины. Марина, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вы меня слышите? Да. Алло. Больше, чем восхищение, это моя благодарность этому удивительному человеку. Кроме всего, что это такой великий специалист, у меня впечатление, что это великий психотерапевт. Слушать его необыкновенно легко и приятно. В противоположность предыдущей программе Максимова, я ничего плохого не хочу сказать, наслушалась тяжелейше. Он ссылался на Леонида Лубиницкого. Я бы хотела хоть несколько слов услышать от него самого о биоэнергетике в театре и с растениями, если можно. Спасибо большое, дорогие. Это интересный вопрос. Дело в том, что Максимов был одним из гостей наших предыдущих программ. И мы как раз говорили о той энергии, которая есть в театре, о тех идеях, которые вы тоже знаете, потому что Максимов говорил о том, что вы разделяете его некоторые взгляды. Это правда. Я вообще считаю, что любое искусство, а фотография это не исключение, это spiritual communication. Духовное общение. Да, и это обмен энергии, и вот это создает результат. Это все происходит на метафизическом уровне. Это трудно объяснить. Я уверен, я больше, чем уверен, что рано или поздно будет изобретен какой-то девайс электронный. Какой-то способ. Способ считывания энергии изобразительного искусства. И тогда можно будет понять, да или нет. Да, просчитать. В киловаттах или там, я не знаю, в чем. Или в каких-то других единицах. А сейчас это все делается исключительно на подсознательном уровне. То есть, если есть уровень переживания, интенсивности, то все работает. Если нету и отсутствует серое вещество, то это ничего. Очень трудно. Понимаете, к сожалению, фотографию. У многих людей есть misconception о фотографии, что механизмы могут сделать за вас все. Электроника там, то и все. И в связи с этим образовалось такое количество голых королей и голых королев. Абсолютно согласен. Вы даже представить себе не можете. Причем они не успели высушить фотографии, уже несут к галерею. И готовы продавать за тысячи долларов. И ждут, что за это отдадут тысячи долларов. Да, да, да. Совершенно ничего не понимаю в этом деле. Но, понимаете, мой первый учитель, мой папа, он мне объяснял в популярной форме, что любое искусство должно выстояться как следует. И потом надо посмотреть на него. А сразу это такая первая реакция, она может быть очень ошибочная. И вот, кстати, ваше искусство, эта выставка, People, которая проходит сейчас в центре Михаила Барышникова, она как раз очень хорошо соответствует этому. То, что мы там видим, это искусство, которое выстоялось, оно осталось. И закончить нашу программу я бы хотела еще несколькими снимками Леонида Лубиницкого, которые не вошли, к сожалению, в эту замечательную выставку. Они другого. Они немножко другого плана, они немножко другого жанра, но они исключительно интересны. Я хочу, чтобы мы на них посмотрели. Некоторые из них вы, возможно, знаете и видели, они тоже публиковались. Нет. Вот это нет? Нет. А вот ту я точно знаю. Да, да, это для французского бога так было сделано. Итак, вот это опять Иосиф Бродский со своей любимой сигаретой в дыму. Пойдем дальше, у нас совсем мало времени осталось, к сожалению, мы уже больше не можем принять никаких звонков. Это фотография молодого Леонида, Михаила Барышникова в студии. Это в Париже, в Гранд-Опера. На репетиции. На репетиции. В 1975 год, это для французского бога я снимал. Да, и потом эта фотография, я знаю, воспроизводилась многократно в других изданиях, в том числе и в российском журнале я ее видела. Да. Ну, действительно, совершенно замечательные фотографии, и я думаю, что это очень удачное завершение для нашей программы. Дорогие друзья, я напоминаю, что выставку Леонида Лубиницкого вы можете посмотреть, увидеть только до 11 мая на 37 улице в центре Михаила Барышникова с часу до 6 каждый день, кроме воскресенья. И, что я еще не сказала, между 9 и 10 авеню. Леонид, спасибо, что вы к нам пришли. Мы желаем вам больших успехов. Мы будем с нетерпением ждать книги. Дай бог вам сил, энергии, здоровья, чтобы завершить ее. Я думаю, что вам надо делать не один том, а несколько. Спасибо всем, кто к нам позвонил. Напоминаю, в следующий раз Джошуа Робинстайн. Amnesty International, новая выставка, которая открывается на Элис-Айленде, посвящена ГУЛАГу. Не такая веселая тема, но будет интересна. Я вам обещаю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова